Девушки отдыхают. Товарищ, а не уступите билет на поезд. Очень надо. Вы живой? Скорее бегите. Покиньте территорию предприятия. Не могу. Мне все это разгребать предстоит. Мы с коллегами тоже так думали, когда тревогу объявили. Теперь вот прячемся кто где, вместо того, чтобы роботов чинить. Извините, товарищ, но вам уже можно не прятаться. Вы хотите сказать, что меня убили? Я так и знал. Вот как? А откуда же? Потому что уже несколько раз наступала ночь, а я все еще прячусь на одном и том же месте. Не могу вспомнить, что было до объявления тревоги. То есть ваш билет тоже просрочен? У меня проездной на месяц. Месяц уже истек. Сколько я здесь лежу? Нет, месяца еще не прошло. Товарищ, разрешите, я заберу ваш проездной. Вам он уже не нужен, а из меня этот долбаный Рафик в поезде все уже нервы вымотал. Вы видели Рафика? Ни в коем случае не подходите к нему. Рафики убивают, если с ними заговорить. Это точно. Еще немного общения с этим железным мудаком, и я умру от тоски. Так что насчет билета? А что с ним? У вас проездной остался или нет? Да, забирайте. Он в кармане лежит. Не могу дотянуться. Я сам дотянусь, спасибо, товарищ. Не подходите к Рафикам, это опасно. Я искал тебя, так то. Я искал тебя. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добрый день, товарищ. Добро пожаловать на борт уникального скорого поезда «Вихрь». Гордость и транспортная система в предприятии 3826. Этот билет подойдет? Теперь ты поедешь, кровопийца? Товарищ, почему вы сразу не сообщили о наличии у вас проездного документа? Это ускорило бы отправление поезда. Может быть, потому что в тот момент у меня его не было? То есть это не ваш билет? Проезд по чужому проездному документу – это поступок недостойный гражданина СССР? Что ты сказал? Не волнуйтесь, дорогой товарищ. Проанализировав окружающую обстановку, я пришел к выводу, что вы сотрудник силовых структур, занимающийся исправлением случившегося ЧП. Очевидно, что при сложившихся обстоятельствах у вас есть права беспятственного перемещения. Ты издеваешься надо мной, что ли? Прошу занять любое понравившееся место, дорогой товарищ. Поезд отправляется через 10 секунд. Воистину! Свершилось что-то науки. Осторожно! Двери закрываются. Следующая станция – солнечная. Храсс, я все никак не пойму, почему вообще возникли сомнения в том, как умер профессор Захар? Мы уже говорили на эту тему. В той печальной истории слишком много темных пятен. Постой, я хочу разобраться. У меня, кроме Сеченова, другой родней нет. Для меня это важно. Понимаю вас, товарищ майор. В чем именно вы хотели бы разобраться? Не могу представить, чтобы Сеченов убил своего лучшего друга. Бред какой-то. Зачем ему это? Незачем, разумеется. Если, конечно, Захаров не пошел против него, как другие соратники. Например, доктор Филатова. Филатова пошла за Петровым. Она влюбленная женщина. Чувства заткнули ей разум. Так, блядь. Это что еще за хуйня? О-о-о-о! Дюкуты игроки! Че за-о-о-о! Держитесь! Да неужели, блядь! Станция солнечная. Следующая станция. Шток! Что, русская земля к себе тянь? Вставай давай! В укрытие! Докладывай, что Сеченов говорит! Значит так. Спокойно. Значит так. Товарищ Молотов сейчас едет прямо сюда на ВДНХ. Да пригнись ты! Товарищ Сеченов хочет, чтобы вы прямо сейчас направились туда же и включили учебную тревогу, ясно? Ты еще нахрена? Ладно, допустим. Что-то еще? Ага, да. Товарищ Сеченов хочет передать вам это устройство. Полезно, спасибо. Агент П-3, вы же солдат. Вы должны прикрывать меня. Ты что удумал, эй? Подопрекрывайте! А? Стой! Ты куда? А, слезь, не акубати! Порезень! Ах! Ага! Ах! Зарвать всех, сок железный! А тут красиво. Прямо как в Москве. И даже лучше. Более футуристично и более масштабно. Моя идея. Твоя что? Лингвистическая ошибка. Это моя любимая идея архитектора. Редактор субтитров А.Семкин